Ну, в России процветает фармацевтическое бутлегерство. В распоряжении Лайфа оказались материалы счётной палаты, которые указывают на то, что медицинский спирт часто идёт в производство нелегального алкоголя. Как работает эта схема и как государство намерено с ней бороться, разбиралась Алевтина Пинкальская. Производить и сбывать медицинский спирт намного прибыльнее и проще, чем пищевой. Пусть даже и приходится кое-где приступать закон. Видимо, примерно так думают некоторые российские производители. Лайф обратил внимание на подозрительные манипуляции, которые произвели с двумя заводами в Орловской области, Любовшинским и Чистые Ключи. Изначально они производили спирт для поставки на ликёроводочные заводы. Но летом 2011 года у предприятий закончилась на этой лицензии и продлить её владельцы не смогли. О том, какие схемы были реализованы позже, можно только догадываться. Но сейчас по-прежнему адресам спиртзаводов числятся филиалы фармацевтической компании «ЗАО РФК». Однако внутри предприятий, скорее всего, никаких изменений не произошло. Они по-прежнему производят спирт. Только теперь по бумагам он стал медицинским. По составу эта продукция не отличается только по назначению. Но исходя из материалов счётной палаты, которые есть в распоряжении «Лайфа», следует, что из производимого тут спирта по-прежнему делают алкогольные напитки, а не лекарства. Канистры с этикетками РФК находили во время рейда в местах выпуска палёнки. Но доказать связь фармкомпании с нелегальными производителями так и не удалось. Всего же по данным счётной палаты в России зарегистрировано 67 производителей спиртосодержащих лекарств. Но только 4 из них выпускают, собственно, этанол в просторечии спирт. И сразу 3 из этих 4 производителей засветились на производстве контрафакта. Помимо РФК, это ещё ЗАО «Брынцалов А» и «Константа Фарм М». По подсчётам экспертов, при легальном производстве на литре спирта можно заработать порядка 200 рублей. А вот на нелегальном уже 250. Ну, с одной стороны, кажется, 50 рублей разница невелика. Но давайте посчитаем, в какую сумму в итоге выливаются вот эти 50 рублей. Ну, смотрите, производственные мощности того же РФК позволяют выпускать более 12 миллионов литров спирта в год. Соответственно, если пустить это сырьё на выпуск нелегальной водки, то можно заработать порядка 3 миллиардов рублей в год. Легальное производство принесёт меньше 2,5. Ну, вот во что выливаются эти 50 рублей. Кроме материальной выгоды, нелегальная схема ещё и намного менее хлопотная. При производстве легального алкоголя все перевозки сырья с завода, где производится спирт, на ликёроводочный завод регистрируется в ЕГАИС, в государственной электронной системе по контролю за оборотом алкоголя. Если выяснится, что часть спирта куда-то ушла мимо, компания грозит штраф до полумиллиона рублей. А вот за производителями медицинского спирта государство так не следит. Какое количество продукта и куда именно оно уходит, никак не контролируется. Но чтобы понимать масштаб проблемы, по оценке экспертов, более половины алкоголя на российском рынке нелегально производится. Бюджет недополучает 30 миллиардов рублей в виде неуплаченных акцизов. Но чтобы понимать масштаб этой цифры, для сравнения, примерно такую же сумму потратят в этом году на подготовку к чемпионату мира 2018. И столько же было выделено регионам на строительство школ и поддержку сельского хозяйства. Власти наконец созрели до того, чтобы обуздать производителей медицинского спирта и следить за ними так же пристально, как и за остальными. В последний день весенней сессии Госдума одобрила законопроект о введении контроля ЕГАИС в фармкомпаниях. Правда, в силу он вступит только 31 марта 2017 года.